Молодая, но очень амбициозная партия, впрочем, как и ее лидер. В Москве прошел форум партии «Гражданская платформа». Возглавляет новую политическую силу бывший кандидат на пост президента Михаил Прохоров. Цель форума – подготовка к осенней избирательной кампании. Работы хватит на все лето. Хотя бы потому, что в регионах партия пока не самая узнаваемая и влиятельная. «Оппоненты, их сегодня больше и они громче. У них самые громкие громкоговорители в России. Но мы не должны этого опасаться, потому что партия «Гражданская платформа» отличается от «Единой России», как «Гугл» от «Газпрома». И мы умеем находить хороших людей, которые очень нужны нашей стране». Ставка на профессионалов, которые смогут показать пути развития страны, альтернативные нынешнему курсу правящей партии. На форуме более трехсот кандидатов, которые уже осенью намерены претендовать на посты губернаторов, мэров, депутатов. Зал одобрительно поддерживал каждое слово мэра Ярославля Евгения Урлашова. Харизматичный ярославец рассказал делегатам, чем придется пожертвовать во имя партии. Никаких отпусков, никаких лазурных берегов, озера Байкал, даже в лес не надо выходить. Это только когда совсем вам будет плохо за грибами сходить разочек там и кофе-брейк здесь попить, когда сейчас перерыв будет. А все остальное надо работать, потому что ваш соперник рад будет, что вы едете в отпуск. Он вам денег даст, уезжайте куда хотите, а я в этот момент буду встречаться. Вот так скажет ваш соперник. Доклад от Ивановской делегации озвучил Андрей Назаров, лидер списка гражданской платформы в Ивановскую областную думу. Также 8-го идем на выборы в областную думу. Идем с чем? Закрываем все 13 мандатных округов. И, соответственно, будет довольно сильная команда списочников. Идеологически дружим со всеми. Считаем, что на этой пяде российской земли противостояние и рубка между собой просто недопустимы. Впрочем, черного пиара со стороны оппонентов в Иванове опасаются не меньше, чем в других регионах. Абсолютно не стесняясь, в цифрах за слова я отвечаю, план такой. По городам 40%, особенно не упираться, потому что сложнее. И в сельской местности массовый вброс 75%, чтобы в целом выйти где-то на 50 с чем-то. Об этом не стесняясь говорят, потому что, еще раз повторяю, поверьте, не будет никакого цивилизованного оппонирования. Нечего сказать «Единой России». Она 10 лет взяла на себя все. Лидер гражданской платформы поясняет, что выборы 2013 года – только старт в работе партии. Стратегия развития рассчитана на 10-15 лет. Мы точно знаем, что в 14 регионах мы должны создать реальные фракции. Как и в заказательных собраниях, так и в городских советах. Есть регионы, где мы уже сильны. Это, естественно, и Ярославль, Бурятия, Иркутская область, в городсоветы Красноярска. У Ивановской гражданской платформы тоже неплохие перспективы. На выборы пойдут люди с безупречной биографией и нужными в законотворческой деятельности профессиями. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново, Москва.